Привет, привет! Как ваши дела? Отлично, отлично, супер, прекрасно. Уже практически к концу подходит наш третий. Уже день, вы помните, что еще два дня были онлайна. Если вдруг вы не успели их посмотреть, это всегда можно сделать. Записи у вас у всех должны быть. Также, кто онлайн сегодня нас тоже смотрит, заходите, пожалуйста, в наш специальный чатик, где можно задавать вопросы. Эти вопросы мы в конце доклада будем зачитывать, и наш прекрасный спикер будет на них отвечать. Меня Юля зовут, я в тестировании уже больше 15 лет. И вот с вопросом про тестовую стратегию, не стратегию, точнее, а структуру тестов, как их строить, как их писать, конечно, встречалось не раз. Расскажите, кто из вас любит тест-кейсы писать? Поднимите руки. Такие люди есть, отлично. Совсем не много. Отлично, но совсем немного таких людей. Ребят, а вот из тех, кто пишет тесты, как часто, есть ли такие, кто больше трех раз в своей жизни переделывал структуру тестов? Вот прям, пап, ага. Гораздо больше, чем люди писать. Отлично, то, что нам было нужно. На этом представляем вам нашего спикера, Викторию, и поговорим про тестовую модель. Да, привет всем. Да, действительно, обсудим с вами тестовые модели, про то, как мы их рефакторили, вообще про то, как я очень хотела, чтобы мы от них отказались. Так, зовут меня Виктория Дежкина, и я уже, теперь я 12 лет в IT, чуть поменьше, чем мой судокладчик, назовем это так. Из них я 5 лет уже в текущей компании. Руковожу я командой функционального тестирования, и я из тех, кто не любит писать тесты. Прям вот от слова совсем. И однажды ко мне пришла задача на то, чтобы привести в порядок все, что происходит у нас сейчас в Валюре. Это наш тест-менеджмент-систем. Так, что было на входе? Во-первых, у нас дофига тестовых моделей, их прям вот 340 с хвостиком, из них есть часть небольшие на 100-120 кейсов, а есть очень большие на 7-10 тысяч кейсов. Цель была какая? Чтобы они были примерно хотя бы единообразные, но при этом подходили для каждого продукта. Чтобы можно было проводить кросс-ревью для тестировщиков, которые не присутствуют на продукте, но могут посмотреть твои тест-кейсы. И нужно было избавиться от замыленных пропусков, дефектов. В какой-то момент времени стало вылезать прям большое по процентному соотношению количество дефектов в проте, которые должны были бы найтись в стандартном тестировании при использовании тестовой модельки, но почему-то не находились. Итак, чтобы этого добиться, нужно, собственно, получить довольно прозрачную, понятную тестовую модельку. Причем довольно прозрачную и понятную, даже если ты не в процессе, не в команде. Хорошо, тогда с чего уже, собственно, начать? В чем план? Править сразу 340 тестовых моделей — это утопия. Тогда нужно найти те, кому больше всего нужно. Тогда давайте начнем с проблемных. Найдем те продукты, для которых плохие тестовые модели приносят больше всего беспокойства. Выясним, в чем это беспокойство и почему эти тестовые модели конкретно для них плохие. Более-менее причешем, наведем порядок у них, а потом приведем эту историю для всех. Как найти самые бесполезные тестовые модели и продукты, которые им не нужны? О, ну, конечно, метрики. Лучшие инструменты никто так и не придумал. Это частота использования тестовой модели, ну и, собственно, уровень ее автоматизации. Давай посмотрим поподробнее. Про метрики. О каких речь? Ну, это, конечно, количество пропущенных дефектов в прот. Тут ничего нового. Это скорость прохождения ручных кейсов и количество скипнутых автотестов. Здесь речь не только о пропущенных, но и о тех, которые прошлись, получились какие-то результаты, и никто на них не посмотрел. Вот. Ну, красные-красные, желтые-желтые, и фиг с ним. Так. Как это выглядит и куда отсматривать? В качестве тест-менеджмента у нас используется алюр, в качестве бактрекера жира, и там все довольно просто. В жире можно настроить, вон, прекрасный пирожочек, а в алюре есть прогоны, к прогонам показывается время прогонов. На пирожочке видно, это пирожочек из проблемного продукта, что у него почти две трети дефектов, в принципе, находятся на проде, почти 30% это медиум дефекты, и даже вон есть довольно значимый и заметный пирожок критичных дефектов. А прогоны вообще интересные. На 58 тест-кейсов человек потратил ровно 0 секунд. Это означает, что, наверное, он тестировал свой продукт, все хорошо, потому что у нас хорошие тестировщики, но на тестовую модель он не ориентировался от слова совсем. Просто он, когда посчитал, что все проверил, отжал, что прогон был пройден. Примерно такая же история для тестов. Для прогона чуть ниже. Там 45 тестов, и на 45 тестов человек потратил 16 секунд. Ну, значит, тестовая модель на самом деле ему не очень-то нужна. Он явно ей не пользуется. Так, а по поводу автотестов. Это тоже один из скриншотов с нашего Алюра. Тут вот есть здоровый пирожочек. Почти треть желтеньких заблокированных тест-кейсов, не пройденных во время автотестирования или пройденных, но заблокированных. А к этому прогону, разбором тест-кейсов, собственно, никто не занимался. И не занимался этим раз, два, три раза подряд. Это значит, что автотесты гоняются. Формально мы молодцы. А по факту они гоняются в стол. Ну, хорошо, давай пойдем дальше. Частота использования тестовой модельки. Как ее отсмотреть? Ну, во-первых, это соотношение релизы, они же диплои и прогоны. По-хорошему мы должны перед каждой выкаткой прогонять какие-то ланши, прогонять, смотреть, что там происходит. Если это не так, если количество диплоев, количество прогонов не один к одному или больше, ну, значит, она не совсем на самом деле нужна, ваша тестовая модель. То же самое касается частоты обновления тестовых моделей. По факту продукт меняется. Меняется ежедневно. Если он этого не делает, значит, вы на поддержке, и вообще-то вы там не очень нужны. А вот если тестовая модель меняется раз в полгода, когда ваш начальник пришел и сказал, что пора бы ее отрефакторить, то она не нужна. Она вам все это время не была нужна, и, скорее всего, на момент рефакторинга она вам тоже не нужна. И связь дефекта с кейс. Здесь какая интересная схема. У нас в каждом дефекте есть тест-кейс. Но не на каждый тест-кейс есть история в тестовой модельке. Это не всегда надо. Да, действительно так. У нас есть разовые, восходящие, появляющиеся там как-то случайно в корнер-кейсах, обстоятельствах и в страшных местах дефекты. Но таких меньшинство. Чаще всего, если у тебя появился дефект, по-хорошему он должен отразиться в тестовой модели. Но и это не всегда правда. Итак, примерно такая же история касается и уровня автоматизации. То есть если продукт получил автоматизатора и начал заниматься автотестами потихоньку, процентное соотношение автотестов и ручных тестов должно увеличиваться, то есть автотестов должно становиться больше. Я не топлю за стопроцентную автоматизацию, я считаю, что это утопия. Но в хорошем концепте это должно быть от 50% и вверх. Если у вас 6,5 тысяч мануальных тестов и только 500 из них автоматизировано, ну я зуб даю, никто не гоняет 6,5 тысяч кейсов вручную. Ну вот точно. Большинство из этого это какая-то утопичная фигня, никому не нужная. Хорошо, если вот 50% и этот процент меняется, потихоньку ползет вверх, по чуть-чуть. Если он этого не делает, значит вы либо не отбираете тесты под автоматизацию, либо ваш автоматизатор пришел и ушел. А с этого момента ваши автотесты никто не поддерживает и никто не разбирает. Так, в итоге мы отобрали 20 прям проблемных продуктов, для которых тестовые модельки в принципе не использовались, из-за этого копились проблемы. Это вот ребята, у которых дефекты находились в проде. Тесты на эти дефекты были в тестовой модели, но так произошло. Почти 100 процессов, прямо даже 120, кажется, тестовых моделей открываются ровно раз в полгода, когда в KPI приходит концепция с рефакторингом. Они ее причащают, порядочивают более-менее и продолжают не использовать. Что же общего между этими тестовыми моделями? Я на старте искренне верила, что это будет agile. Agile трудно поддерживать тестовые модели, и возможно мы сможем в принципе отказаться от тест-кейсов. Это будет хорошая история, мы будем жить с чек-листами или с ментальными картами, и жизнь будет зашибись. Но она же все равно не используется. Ладно. Так, давайте посмотрим, что не так с тестовыми моделями. Для того, чтобы определиться, подойдет ли моя идея или нет, и нужно ли нам вообще отказаться от тестовых моделей, раз мы их не используем, мы провели некое исследование. Что сделали? Ну, во-первых, поговорили с тестировщиками, поспрашивали, а как же так произошло? Сравнили продукты. Есть ли похожие продукты, у которых структура тестовой модели в целом похожа, бизнес-логика похожа, но при этом они тестовую модель используют, а наши стартовые продукты явно нет. А сравнивали продукты, ну, по стандартным критериям, это, собственно, flow, по которому они живут, в том числе и git flow, ну, как деплоятся, как часто деплоятся, как часто выкладываются, есть или нет у них планы на будущее и roadmap, понятен ли этот roadmap команде, и, собственно, есть ли созависимые с ними команды, это те команды, которые либо напрямую зависят от деплоев этого продукта, либо сидят на одних и тех же ресурсах, на одних и тех же данных. И, соответственно, любое обновление текущего продукта вызывает проверку и у них. И что выяснили? Во-первых, для того, чтобы работать с ручными тестами, сильно мешает один факт. Порядок тестов в тестовой модели вообще ни разу не соответствует тому порядку, в котором мы прогоняем тесты. И, соответственно, даже правильные, актуальные тест-кейсы ты не будешь отыскивать по одному, особенно если их там больше 500. А значит, если ты там больше полугода на продукте, ты их помнишь, ты их прогоняешь, а потом отщелкиваешь то, что вроде как бы видел. Это с точки зрения ручных кейсов. С точки зрения автотестов что происходит? Во-первых, часть тестов архивная. То есть они вроде как бы актуальны, они даже прогоняются, но на самом деле они неустойчивые. И зеленые они, или желтые в целом без разницы. Или красные, потому что на продукт они уже особого влияния не имеют. Это один момент. И второй момент для очень больших автоматизированных моделей. Время прохождения регресса, время прохождения всех тестовых сценариев вырастает до неприемлемого. То есть ты просто не успеваешь прогнать всю модельку до того, как ты задеплоишься. Ну, хорошо, что с этим делать? Сначала мы сгруппировали продукты, на которых будем проводить эксперименты, по трем признакам. Первое — это зрелость бизнес-процесса. Туда же попадает история со зрелостью команды. Совсем не все команды готовы сразу меняться, принимать какие-то внешние факторы и вообще принимать советы. И это нормально. Мы потихоньку к этому идем до каждой команды, но каждый идет со своей скоростью. Это, собственно, методология ветвления в ГИТе. Сюда же попадает и в том числе частота диплоев. Понятно, что ребята, которые выкладываются каждый день, имеют свои подходы и к хранению кода, и, собственно, к тестированию. Ребята, которые выкладываются раз в месяц, совершенно не похожи на тех, кто выкладываются раз в две недели. И это важно. Ну и, собственно, я отношусь к командам, которые работают с большими данными. Для наших продуктов важны потоки данных. То есть как это работает, как это обрабатывается и насколько это цепляет соседей. Хорошо. Прежде чем переходить дальше, я чуть-чуть пофилософствую и расскажу про теорию. Когда выбираешь тот или иной подход к построению тестовой модели, есть, собственно, два глобальных варианта. Это всякие формальные тестовые модели, основанные на либо математических подходах к продукту, где мы сначала генерим модель именно продукта. Это может быть история с потоками данных, с потоками управления. Здесь, если кто-то раньше был программистом, такие тоже бывают. Я не прям продетальный уровень, на уровне прям команд, а чуть выше. Но логика примерно такая же. Мы все это сведем к графу. То есть модель продукта превратится в граф. И то же самое относительно графа вызовов. Так, кто не знает, что такое граф, смотрите. Собственно, граф выглядит вот так. О чем речь? Это некая абстракция. Она называется математической абстракцией для любой реальной системы, где есть объекты, между которыми есть связь. В реальной жизни у большинства программ эти графы ориентированные. Что значит ориентированные? Это значит, что эта связь направлена. Вы не из любого места можете попасть в любое другое место, а из любого места в конкретно определенный от одного до н количества мест. И, соответственно, любой наш продукт можно представить в виде графа. В зависимости от того, что конкретно мы визуализируем, вот в этих кружочках будут попадаться разные истории. То есть это могут быть и фичи, это могут быть даже странички, типа из странички 1 можно попасть в страничку 2, чтобы вас не обманывать. Википедия, кстати, гордо хвастается тем, что все ее страницы живут по логике графа. И это даже есть у них. Если спросите, что такое граф, Википедия расскажет, что мы живем по графу. Так, хорошо. Это касательно формальных тестовых моделей. Значит, идея в чем. Как-то представляем в виде математической абстракции наш продукт, а после этого на нее уже навешиваем тест-кейсы. А относительно неформальных тестовых моделей, здесь речь о собственном опыте, об эмпирических ощущениях и о процессе разработки как таковом. Тогда основанием для нашей тестовой модели могут служить либо чек-листы, где вот там раз, два, три, четыре, пять, это я обязан проверить, зуб даю. Это могут быть критерии приемки, это может быть там напрямую связь, задача, тест-кейс, и, собственно, она будет пополняться, все хорошо. И именно так и мы живем, и зуб даю большинство из вас тоже так живет. Потому что в момент, когда вы что-то разрабатываете, что-то, вы и должны это проверить. Как только вы это проверяете, вы дополняете свою тестовую модель. Есть маленькая проблемка. Так вы визуализируете своей тестовой моделью процесс разработки, а не продукт. А вот когда вы проверяете, вы проверяете продукт и ориентируетесь на некую модель продукта. Чаще всего вы ее не отрисовываете, но она в голове у вас есть. У каждого тестировщика есть некая абстракция, неполное представление о продукте, а вот некие основные блоки, что нужно точно знать о своем продукте. И именно по этим основным блокам он и идет. И именно поэтому тестовые модели не используются. Потому что тестовая модель в неформальных критериях, она отражает процесс разработки и тестирования, но не отображает процессы в самом продукте. Даже если мы изначально задумывали так, даже если кажется, что если я покрываю тестами юзкейсы, то я вот про продукт. Нет, это все еще про разработку продукта. Итак, тогда мы предположили вот что. Все эти неформальные тестовые модельки на некоторых продуктах работали. А на каких? На MVP-шных. Те, где вот 50-60 тесткейсов, где само состояние продукта в целом соотносится с процессом разработки и постоянно меняется, неформальные тестовые модели работают зашибись. Все прекрасно, все хорошо. Ну а чем выше зрелость команды, чем выше зрелость продукта, чем больше у вас тесткейсов, тем меньше неформальная тестовая модель отвечает вашим потребностям, тем больше нужна формализация. И есть еще один момент. Если мы опираемся на формальную тестовую модель, это абстракция. Абстракция содержит в себе не всю информацию о продукте, а чтобы мы более-менее качественно тестировали продукт, нам нужна не одна тестовая модель получается. То есть это должно быть одно представление, должно быть другое представление, и в разных ситуациях мы отсматриваем по-разному. Соответственно, нужно больше одной тестовой модели. Задумка, конечно, классная, но у нас там 360 тестовых моделей, в каждом из них от 40 до 7 тысяч кейсов, и адаптировать эту историю в целом кажется очень сложно. Чтобы как-то все это более-менее соотнести и посоветовать, какие нужны структуры, какие нужны математические абстракции, мы придумали вот прям связь. Я ее здесь выкладывать не буду, она выглядит страшно, но там есть QR-кодик, по которому вы можете прийти ко мне лично, и я все расскажу. Честно-честно. Для примера могу сказать, что если у нас частые релизы, нам однозначно нужна карта зависимости на продукте. То есть мы прям должны понимать, если мы меняем позицию А, кого мы еще зацепим. Если у нас есть регулярная смена золотого пути, кто-нибудь знает, что такое золотой путь? И тишина была ему ответом. Так, золотой путь. Это кратчайший путь, по которому пользователь может достичь цели в своем продукте. Соответственно, любой айтишный продукт подразумевает, что наши пользователи что-то делают в нашей системе и делают это не ради галочки, а с какой-то определенной целью. Когда мы добавляем какие-то юзкейсы, когда мы добавляем какие-то усложнения и как-то визуализируем продукт, мы можем либо менять этот золотой путь, либо нет. Если нет, в целом это означает, что чаще всего в нашу новую фичу пользователь приходить не будет, потому что люди такие, они пытаются добиться своего самым простым образом. Если мы касаемся золотого пути, значит, стопроцентная эта фича будет зацеплена. Если мы делаем это слишком часто и наш продукт прям постоянно меняется, нам точно нужен user journal map. Это называется карта пользовательского пути. При нарисованной карте пользовательского пути в целом понятно, как пойдет пользователь, куда он чаще всего заходит, какие фичи он зацепляет. Эту историю самостоятельно тестировщик не нарисует. Он может как-то на эмпирическом опыте попробовать, но чаще всего она бывает невалидна. То есть эту штуку нужно рисовать вместе с аналитиком. Но она прям полезная в таких ситуациях. Так, хорошо. Ну давайте попробуем переключиться на формальные тестовые модельки со всей этой бородой и интерпрайсом. Что делать? Во-первых, это нужно сделать как-то более-менее кастомизированно. Не хочется жечь все, что было. Хочется то, что есть, как-то перепричесать. Значит, по-хорошему нам нужны какие-то инструменты в админке, чтобы то, что есть, в идеальной вселенной править одним человеком. Это нужно как-то объяснить командам. Потому что, ну давайте греха таить, если я приду к вам и скажу, хочу, чтобы вы все отрефакторили свою тестовую модель, вы закидаете меня помидорами. Я прям точно знаю. И, соответственно, нужно определиться, кто нарисует эти схемы. С потолка опираться на них нельзя. Нужно, чтобы в каждом продукте кто-то сел и сделал эти математические абстракции. Кому? Я нашла крайних. Во-первых, те, кто больше всего накосячил и пропустил дефектов в прот. Вот они в качестве наказания и нарисуют свои продукты в математических абстракциях. Во-вторых, все, что касается новых сотрудников, это офигительный кейс. Для того, чтобы представить, как работает твой продукт, нарисуй его математически, нарисуй его графом. Не абы каким. У нас там впереди была матрица, по которой для твоего продукта нужны конкретные. Нарисуй, согласуй ее с аналитиком, и в конце испытательного срока, как раз в качестве презентации, расскажешь, как это выглядит. Вы ее и отвалидируем. И такой подход закрыл для всех самых многострадальных. Плюс, пока рисовали, пока делились опытом, оказывается, что вот даже без перехода к тест-кейсам, сама вот эта вот математическая абстракция, она сильно помогает тестировать. Она позволяет тебе продумывать, как работает твой продукт, на что нужно опираться, и куда стоит еще посмотреть. Ребята сами начинали рекламировать себе эту историю и потихоньку рисовали. Это расползалось, как зараза, назовем это так. Но для тех, кто все равно не хотел, это все удобно и удачно ложится в кипяйки. На три месяца, за три месяца можно понять, как работает твой продукт и отрисовать его. Тем более у нас есть, у большинства продуктов есть архитекторы, ты, в принципе, можешь уже начинать базироваться на архитектурной схеме. Хотя, честно говоря, чаще всего они тоже устаревшие. Но для старта это тоже работает. С момента, как у продуктов есть свои математические абстракции, и наши тест-кейсы нужно перегруппировать так, чтобы они соответствовали математической модельке. Как это сделать? У Allure есть офигительная штука, она называется Custom Field. По ним они рисуют деревья. Custom Field можно нагенерить в админке сколько угодно и как больше нравится. Мы решили распределить их на три блока. Во-первых, это структурные, те, которые будут отвечать за деревья и, собственно, за порядок тест-кейсов. Это некие группирующие кейсы, группирующие Custom Field. Они будут отвечать за что? В целом тестовая модель с одной стороны должна визуализировать наш продукт, а с другой стороны, чтобы в ней легко ориентироваться, ты должен понимать, как и идет процесс разработки. То есть эта визуализация немножко, но должна все равно остаться. Соответственно, группирующие Custom Field будут соответствовать процессу разработки продукта, а структурные — имитировать модель продукта. Ну и пользовательские — это у нас уже то, что было, то, от чего люди не готовы сходу отказаться. Начиная от… Я не знала, что в Валюре есть функция назначить тест на конкретного человека, поэтому у меня есть папка с именем Женя, и Женя знает, что это его папка, я не готова ее удалить. Вика отстанет со своими нововведениями. На старте? Ну и ладно, пусть у тебя будет папка с Женей. Хорошо. Единственное, что нужно понимать, сколько таких. Ладно, с папкой Женя. У нас конкретно вот прям в моей жизни у нас было 8 папок под названием Folder. Folder 1, Folder 2, Folder 3, Folder… и так далее. И для того, чтобы убедить людей, что такие Custom Fieldы, возможно, им не очень нужны, и по-хорошему их нужно называть хотя бы осмысленно, потому что ты сам не можешь мне рассказать, что лежит в твоем Folder 1, ну, пришлось потратить, мягко скажем, некое время. Так. Кроме того, чтобы продумать какие-то определенные параметры, по которым мы будем строить деревья, нужно было еще поработать с вложенностью. Тут какая история. Для небольших тестовых моделей все хорошо, а вот для больших тестовых моделей это примерно как работа с библиотекой. Тебе нужно понимать глубину твоей тестовой модельки, глубину вложенности, сколько будет папок внутри одной папки. Если их слишком много, ты не сможешь найти конкретный один кейс. Если их слишком мало, ты снова не можешь найти один кейс, потому что глазами 6000 кейсов ты не пробежишь. Тут сомневались, колебались и сошлись на том, что вот 4-5 папок этого достаточно. Это закроет в целом большинство потребностей. И это примерно соотносится с математическими узлами. То есть в рамках одного графа в целом в процессе тестирования ты набираешь от 4 до 5 узлов. Если это так, то вот такая вложенность нас устраивает. Отдельно стоит история с созависимыми структурами. То есть если у тебя продукт периодически ходит в чужую тестовую модельку смотреть, как смотрят они, это как-то должно быть отражено и в папках тоже. Ну и, собственно, все тоже. Атавизм, папка-пользователь — это конкретно тесты для Жени. С этим нужно было бороться, но по чуть-чуть. Да, не нравилось. Да, на старте предупредили, что от этого избавимся. Но пока в формате, на этапе этой работы, не в смысле «сожги», а просто «пожалуйста, не дополняй». Давай оно хотя бы не будет расти. Уже будет хорошо. Так. Собственно, разобравшись, что куда идти, пошли в алюр. В качестве структурных кастомфилдов, того, что будет соответствовать нашим деревьям, нашим математическим моделям, мы выбрали два блока. Это, собственно, фича Epic Story и Task для части продуктов. Для продуктов, в которых больше была фокусировка на компоненты, на элементы архитектуры, появился, собственно, блок-компонент. Для созависимых продуктов появилась история с папкой «продукт». Для тех, у кого очень нужны пользовательские пути и визуализация интерфейса, появился пейдж, собственно, страничка, с которой мы туда идем. И для релизных продуктов, конкретно только для них. Это те ребята, которые живут по waterfall, но притворяются, что они agile. По сути, это такие интерционные подходы большими блоками, где на старте получается, ты прям точно должен согласовать всю свою документацию, там же на старте написать тест-кейсы, в конце сдать PSI и быть молодцом, а потом повторить это еще через полгода. Ну, такой типа псевдо-adjail, псевдо-waterfall. Вот конкретно для них появилась сущность релиз, потому что они тестируют свой продукт именно релизными блоками. И после нового релиза это уже фактически другой продукт с другой документацией. Он похож на предыдущий, но развивается он именно так. Так, в качестве информационных кастом-филдов, они же пользовательские, это вот то, что касается процесса разработки и поиска тест-кейсов, ориентируясь на свою разработку. Мы выбрали какие моменты. Это, собственно, приоритет, серьезность, это может быть спринт, это могут быть конкретные микросервисы, потому что мы изменяем сейчас именно этот микросервис. Это могут быть ассевшен-карендерии, вопросы с интеграцией, по сути, какие-то интеграционные схемки. Ой, я даже дважды указала приоритет. Ну, сорян. Так, для тех, кто пользуется не алюром, в принципе, все это есть в любой тест-менеджерской системе. Это могут быть теги, это могут быть папки, это может быть там изначально логика структуры в зависимости от того, куда вы идете. Там в любом случае есть момент, где это можно откастомизировать и просто навесить на существующие тест-кейсы. В Алюли это просто делается достаточно удобно. Ты заводишь в админке, договариваешься с ребятами, для чего вы какие кастомфилды используете, и в рамках первого использования тест-кейса думайте, о какой кастомфилд на него навесить. Так, старая структура не меняется, а новая потихоньку начинает добавляться. Так, поехали дальше. Так, собственно, для каждой математической абстракции есть свое идеально подходящее дерево. Про него тоже в личку расскажу, приходите, все покажу. Собирается оно по кастомфилду, то есть вы на существующие тест-кейсы навешиваете кастомфилды, потом выбираете порядок кастомфилдов, порядок вложенности, и жизнь прекрасна, ваши тесты сами выстраиваются в нужную вам структурку. Так, все это хорошо и прекрасно, но на самом деле звучит страшно, хотя заняло не так много времени. Больше всего потратилось, по сути, во-первых, на договоренность с продуктом, что это честно надо, и что вам будет не больно. Мы сделаем это аккуратно, бережно, честно-честно. И на отрисовку моделей продуктов. Здесь какой момент? Если ты ее нарисуешь быстро и на отвали, то ты по умолчанию внесешь туда ошибку. А как только ты ее туда внесешь, именно так ты ее тестировать и будешь. Пока эта модель продуктов в целом у тебя есть в эмпирических представлениях, она у каждого из вас есть. Никто не тестирует продукт от забора до обеда. Все идут по каким-то блокам, в каком-то упорядоченном темпе. Знают, с чего начинают, куда пойдут дальше и чем закончат. А это означает, что вот ваше тестирование точно вкладывается в некий граф. Иногда это таблички, но реже. Чаще это вот прям конкретно граф. Я начну отсюда и закончу тем. Соответственно, прорисовать модельку, согласовать ее с аналитиком, а это вот единственный правильный поинт, чтобы ваше представление как пользователя, потому что чаще всего у тестировщика, особенно у тестировщиков черного ящика, представление о продукте ближе к пользовательским. Они такие, пользователи с бустом. Мы знаем, как это задумывалось. С тем, что хотят туда вложить, лучше работают аналитики. Поэтому это парная работа. Она занимает время. Но с момента, как вы прорисовали схему, а это вот примерно три месяца, она сразу начинает давать свои плюсы. Вам сразу эту историю видно. Для переработки тест-кейсов по факту требуется совсем чуть-чуть времени. Вот за полгода мы потратили всего 130 человек и часов. Кажется, там на старте это много, но если прикинуть, что вот раз в неделю вы два часа максимум проставляете для каждого теста, с которым конкретно сейчас в этом спринте работаете, теги, проставляете кастом филды, все звучит не очень страшно. Более того, часть текущих структур может быть переиспользована. То есть какие-то тесты для вас уже сгруппированы правильно. Поэтому вы можете просто прям выделить папку и привесить на нее нужный кастом филд. Все не так страшно. И что классно конкретно для Allura, все, что есть у вас сейчас, вам разрушать не надо. Вы живете со старой системой, аккуратно проставляя кастом филды в тесты. И когда вы эту историю заканчиваете, вы можете выбрать новое дерево и посмотреть, как они встроятся. Если они встроились и вам понятно, прекрасно, если они встроились и вам непонятно или появились какие-то потеряшки, вы можете вернуться к старой привычной тестовой модели, попробовать с ней, покрутить и дополнить новую. И что еще классного? Одни и те же тесты вы можете группировать по-разному. То есть вы отрисовали одно дерево, отрисовали другое дерево, и в зависимости от ваших целей вы используете нужное вам дерево. Так, пойдем дальше. Собственно, после того, как мы всю эту историю накладывали, нужно подумать, а работает она или нет. Во-первых, что получилось на выходе? У нас появился алгоритм создания тестовых моделей для новых продуктов. То есть если у тебя появляются новые продукты, ему прямо на старте говоришь, что тебе понадобится раз, два, три, четыре, пять, вот такие деревья. Смотри в матрицу. Это первый момент. А во-вторых, пожалуйста, не создавай себе там ничего суперпользовательского, никаких папок с жжениями, никаких папок с фолдерами. Ну, пожалуйста. Вот за это буду ругаться, за это буду кусаться. Это раз. Во-вторых, собственно, фиксированные типы структур и типы деревьев, которые нужны каждому продукту в зависимости от того, на какой сейчас стадии продукт. Если ты MVP-шка, ты можешь рисовать в целом, что тебе больше нравится, но, пожалуйста, проставляй нужные кастом-филды. Если ты развиваешься, если ты адаптируешься, если ты уже достаточно большой, добавляй потихоньку к себе нужные деревья, сразу отрисовывай модель продукта. Она тебе понадобится. При таком подходе, особенно для ручных тестов, стало понятно, как делать тест кросс-ревью, потому что структура деревьев примерно одинаковая от продукта к продукту. Если ты не понимаешь, по какой логике упорядочены тест-кейсы, ты можешь посмотреть по названию дерева и вспомнить, какую конкретно модельку оно отображало, по какому принципу идут те или иные тест-кейсы. Ну и, собственно, за те же самые полгода из 340, 280 тестовых моделек мы почистили и переключили на вот этот самый новый формат. так, это работает хорошо. У меня на скриншотиках метрики того же продукта, который я показывала в начале. Это не золотая пуля, поэтому дефекты в пароде у них все еще есть, но их стало заметно меньше. Прямо заметно меньше, и что круто, криты ушли. Потому что до этого критов было почти 4,5% из всех дефектов, а теперь мы примерно выровнялись на medium и low дефекты. Ручные прогоны стали короче, их стало чуть больше, но они стали короче. То есть человек прям по цели отсматривал, переходил к следующему прогону. И на 14 тест-кейсов он потратил уже 28 минут, а не 16 секунд. Это гораздо более приятные показатели, особенно при учете, что мы стараемся делать атомарные тест-кейсы. Для автоматизации местами это означало, что можно, особенно для тех продуктов, где используются данные, где используется много данных, можно результаты прошлого теста использовать для нового, если они хорошие. То есть это прям вот вилка. Если у тебя тест пройден правильно, ты по факту знаешь, какие данные ты использовал. Ты можешь проходить следующий тест, ориентируясь на те же данные. Если тест упал, тогда у тебя есть ответвление, ты идешь по другой модельке. Времени это экономит прямо знатно. А еще это позволяет понимать, что конкретно влияет на твою автоматизацию. Какие тесты критично упавшие, какие тесты не критично упавшие. И автоматизировать продукты, опираясь на вот эту схему продукта, в целом проще. Так видно, что важнее. Ребята, которые занимаются, как бы так правильно сказать, отдачей ручных тестов на автоматизацию, им проще выделять, что конкретно им нужно автоматизировать. А соответственно, ненужных автотестов становится меньше. Когда ручной тестировщик говорит, вот это мне автоматизируй, кажется, я к нему вернусь, а после этого к нему никогда не возвращается, это по сути куча потраченного времени в никуда. А теперь, когда мы точно знаем, что в процессе я на самом деле конкретно к этому кейсу возвращаюсь много раз, становится лучше, становится понятней. И ручному тестировщику интересно, а как же он, собственно, прошелся. Так. Кроме того, я говорила и с самими тестировщиками. Из плюсов. Рефакторинг тестовой модели по такой логике проводить проще, потому что мы перебираем не все 6 тысяч, а конкретно в каждом дереве. И можно там итерационно делать. Сегодня я поковыряюсь в одном дереве, завтра я поковыряюсь в другом дереве, и жизнь моя будет хороша. Сами правки вносить легче, потому что мы понимаем структуру тест-кейсов. Сами модели, математические продукты помогают в работе. Они помогают анализировать твой продукт и призывают это делать на регулярной истории. Каждый раз, после каждого обновления продумывать, что изменится в модельке, по сути, в какой-то одной схеме, в блоках, сильно проще, чем продумывать, как должна поменяться вся тестовая модель со всеми наборами тест-кейсов. Потому что, когда к тебе говорят адаптируй и пойми на 6 тысяч элементов, это одно, а когда адаптируй и пойми до 100, это совсем другое. К этому даже проще подступиться. Ну и, собственно, любой онбординг теперь понятен. Одна из задачек для нового сотрудника, а прорисуй. Прорисуй, посмотри, а правда это или нет. Так, пойдем дальше. Ну и остались только выводы. Во-первых, сам алгоритм борьбы с бесполезными тестовыми моделями — это начинать нужно с тех продуктов, которым больше всего болит. Их проще замотивировать, с ними проще работать. Как найти бесполезные продукты, я чуть выше уже рассказала. Составляем модели продукта, начинаем именно с этого. Стараемся, чтобы ваша тестовая модель точно отражала состояние вашего продукта и чуть-чуть упоминала процесс разработки. Только в таком ключе. Как только вы переключаетесь и ваша тестовая модель больше про процесс тестирования, чем про продукт, появляются проблемы. Хотя, да, заполнять по логике тестирования сильно проще на старте. Если мы хотим переключаться на формальные тестовые модели, нам нужно выбирать гибкую кастомизируемую структуру. Она должна проставляться в существующие тесты просто. Вот прям как тег. Как только вы хотите что-то делать более сложное, вы это не сделаете. Если на момент перемещения тест-кейса тестировщику требуется больше 30 секунд, он этого не сделает. Зуб даю. Он будет обещать, что он сделает это чуть попозже, потом под конец дедлайна попробует, успеет одну десятую перекреститься и будет надеяться, что вы будете довольны. Только так. Затем договаривайтесь, особенно для созависимых продуктов, как будут выглядеть ваши наборы деревьев, как понять, какое дерево соответствует какому типу модели вашего продукта. И потихоньку переключайтесь, постепенно сохраняйте старый формат вот прям до победного, ровно до тех пор, пока не станет прорисовываться ваше дерево, пока не станет понятно, как структурируются ваши тесты. Так, от себя. Оказалось, что чек-листами все потребности не закроешь. И продукты, которые не пользовались тестовыми моделями, несмотря на то, что пользовались и ментальными картами, и чек-листами, все равно имели проблемы. Очень жаль. Я ожидала другого. Но да ладно. Собственно, продумывать нашу тестовую модельку нужно не только с позиции это регресс или фича. Мы отдадим этот тест в автоматизацию или не отдадим, и вот у меня обязательно к моей фиче в качестве Definition of Done есть тесты. Я их написал, я молодец. Как только вы занимаетесь своей тестовой моделью так, вы делаете ее бесполезной. Ничего страшного в том, что есть багаж, и с этим багажом нужно бороться, точно нет. Начинайте, все выглядит гораздо страшнее, чем на самом деле в процессе является. И все, что бесполезно, надо сжигать. Не нужно тянуть на себе эту историю, потому что поддержка тест-кейсов для тестировщика это почти 30% рабочего времени. Это много. Это занимает очень много времени. И для невутерфольных продуктов, для аджайловых, в которых меняется все часто и быстро, это очень ресурсозатратно. Собственно, поэтому большинство из вас, а я видела, что это большинство, не любит писать тест-кейсы. Вы ими не пользуетесь, а на написание уходит дофига времени. Все, что бесполезно, все сжигайте. Делайте это так, чтобы это было полезно. Ну и один из вариантов это как раз формализация и попытка написать тест-кейсы через модельки продукта. Ну и, собственно, немножко еще из практики. Я сегодня много выводов вам накинул. Конечно, это не золотая пуля. Конечно, после того, как вы один раз перепричешите свои тестовые модели, они не станут идеальными и не избавят вас вообще от дефектов. Они будут работать ровно до тех пор, пока ваши модели продуктов соответствуют вашему продукту. Как только вы перестанете эту историю обновлять, тестовые модельки начнут устаревать. Вот прям точно. Поэтому, да, они имеют временный эффект. Но, честно говоря, оно того стоит. Потому что даже на этапе просто добавления моделей, даже на этапе просто отрисовки графов ваших продуктов вы уже получите аналитику, вы уже получите какое-то наглядное представление о том, а как же на самом деле вы тестируете свой продукт. И станет легче. Все. На этом у меня сегодня все. Вы можете позадавать мне вопросы. Спасибо. Да, большое спасибо. Было очень интересно. Я думаю, вопросов будет много. У нас на самом деле уже есть куча вопросов из чата. Вот пока, да, пока идет микрофон, задам один из них. Кейсы храним в коде и размещаем в файловой системе, как удобно разработке. Регресс автоматизирован почти на 100%. Вручную проходим только смог. Нужна ли нам тестовая модель? Если да, то строить с точки зрения разработки или с точки зрения продукта? Что скажешь? Смотря каким инструментом вы пользуетесь, конкретно в том же Алюре можно делать и так, и так. То есть ребята... Что бы ты посоветовала? То есть ребята, которые разрабатывают с кейсом, которые делают там, разработчики, неважно. Короче, делают это так, как удобно им, проставляя кастом филды у каждого теста. Там есть прям просто тег, где их тесты выстроиться у нас в системе так, как это соответствует модельке. Это один из моментов. Второй момент. Если нельзя сделать и так, и так, чтобы было удобно и первым, и вторым, тогда нужно выбирать в пользу визуализации продукта. Потому что проблема ровно та же. Когда их чуть-чуть, то если они визуализируют процесс разработки, это удобно. Как только их становится слишком много, вы перестаете их поддерживать. Спасибо. Так, у нас есть в зале вопросы. На самом деле, я тебе передаю вот крышечки прекрасные. Можно получить подарки на стенде компании X5Tech. Так, давайте вопрос. Спасибо большое за доклад. У меня такая мысль возникла. А вообще, сколько времени прошло с момента создания вот этого доклада? С момента сбора статистики, вот итоговой. Статистику собирала год. Короче, начала процедуру год назад. Где-то полгода назад основной блок работ закончился. Там остались по чуть-чуть переключающиеся по мелочи истории. И вот еще полгода собирали статистику. Работает или нет? Ага. Просто возможно, что, ну, получается, вы спустили, так сказали, что будем делать этот глобальный рефакторинг, представили его. Не боитесь, что условно там через полгода возникнет точно такая же ситуация, что эти тесты начнут гонять по 10 секунд, просто они уже будут структурированы. И все. И при этом на них будут забивать. Все. Нет, конечно, так может быть. Мы живем не в утопическом мире. Я не могу приказать человеку делать, и он делать будет так, как я ему сказала. Все работает до тех пор, пока у человека есть мотивация, пока он понимает, зачем он это делает. Вообще, любой agile-тестировщик возвращается к тестовой модельке, когда он немножко забывает, о чем там было. Вот. Это первый момент. Второй момент — это когда он понимает, что где-то что-то пропустил. То есть как только он прогнал свой релиз по памяти, а там нашлись какие-то дефекты, он нервничает и лезет в тестовую модель посмотреть, а вообще должен ли он был это посмотреть или нет. Соответственно, да, будут через какое-то время пытаться скипнуть тест-кейсы. Логично. Но использовать их как подсказку ему будет проще. Это во-первых. А во-вторых, здесь же история не только в тестовой модельке. Здесь история в том, что у нас есть графы продуктов, мы их визуализируем. То есть даже если человек не опирается на тестовую модель, он опирается на модель продукта. И вот здесь он идет по ней, смотрит, что нужно тестировать. Если он где-то забыл, он может обратиться к тестовой модели в конкретное место, потому что есть прямое соответствие. Это быстро. Окей. Еще в самом начале сказали про то, что вообще там не писать тест-кейсов, а в итоге-то провели эксперимент с тем же, чтобы не писать тест-кейсы на какой-нибудь команде отдельной. У нас были продукты. Ребята, которые не использовали свои тестовые модели, они не просто не использовали и все. У них были свои способы, как тестировать. Ментальные карты были, были чек-листы, были прям конкретно галочки к assumption criterion, типа это проверил, это проверил, и это проверил. В зависимости от продуктов ребята пользовались вот такими методами. Но количество пропущенных дефектов для них было грустным немножко. То есть соотношение ребят пропущенных дефектов для использующих тестовой модели и для неиспользующих было в пользу использующих тестовой модели для больших продуктов. Тут сразу помечу. То есть для маленьких продуктов, где в целом регресс там не больше ста кейсов, это не так. И поэтому да, для них не обязательно. Они могут обойтись какими-то картами. Но для больших продуктов памяти человеческой не хватает. Спасибо большое. На самом деле нам уже пора перемещаться в дискуссионную зону. Если вы онлайн смотрите наш доклад, пожалуйста, задавайте вопросы в чатик. У вас должна быть специальная кнопочка для дискуссий. Также можете отсканировать наш QR-код сейчас со слайда, тоже задавать там вопросы. Или давайте просто пройдем в дискуссионную зону и продолжим. Да, мне еще кому-то нужно отдать крышечки. Счастливить кого-то. Можете сделать для слепенького. Я сделаю прям вот так. Ну-ка, покажитесь, кто меня что-то спрашивал. Так, ты и ты. Так, кто мне больше понравился? Ну иди вот ты, иди ко мне. Держи крышечки. Сколько было вопросов. Все должно было быть не зря. Иди. Эти крышечки можно обменять у нас на стенде на прикольный мерш. Держи. Спасибо. И до встречи в дискуссионной зоне. Она слева от нашего зала. Спасибо.